Всем привет! Себя не снимаю, выгляжу ужасно. Вот, наконец-то себе купила кофе, заварила я чашечку кофе. И вот вчера муж мне купил эти, как пироженки. Они у нас идут, как сказать, в отдельной упаковочке. Каждую пироженку можно купить. Это кусочки торта. Из разных тортов можно купить по кусочку. Можно попробовать все торты, не покупая целые, так скажем. И выпью свои таблетки. Кому интересно, вот такие без рекламы. Они идут от кист. Они гомеопатические. Выписывает мне врач их. Самое мало, 3 месяца пьются. Потому что они слабенькие. Всем приятного аппетита, кто сейчас завтракает. Время обеда я погрела макарон с свиной отбивной. Свинину мне вчера готовил муж. И сделала себе легкий салатик. Помидоры, огурец, петрушка, укроп. Еще не мешала. Морская соль. И сбрызнула все растительным маслом. Сейчас помешаю и буду кушать. Все, кто обедает, всем приятного аппетита. Хочу сейчас замариновать огурцы. Ездили в деревню. Свекровь дала огурцов. Я их замочила. Они час у меня в холодной воде лежали. Теперь я ее намыла. Буду отрезать жопки. Простерилизовала уже банки. Буду добавлять туда зелень. Из зелени я предпочитаю только укроп. Последний год не ложу ни смородины, ничего такого. Только укропчик. Укроп. Ложу, значит, плавровый лист. Одну луквицу небольшую. Несколько зубчиков чеснока на эту банку. Пару-тройку гвоздичек. И немножко горчичного семени. Горчица. И немножко где-то пол ложки горчицы. Вот. Что еще? Еще положу перец горошком черный. Тоже где-то несколько штучек. Вот так вот примерно. Вот. И понадобится мне еще 25 грамм этого какого... Соли. И 30... И 50 грамм... Нет, вру. 25 сахара и 50 соли. На литр воды. Вот я вскипятила воду. Добавила 25 сахара и 50 грамм соли. Вот. У меня вскипело. Я буду сейчас закладывать огурцы. Положила, значит, несколько зубчиков чеснока. Этот луквицу. Одну средненькую лавровый лист. Несколько штучек гвоздички. Две-три штучки перца горошком. И одну-вторую столовые ложки горчичного семена. И сейчас буду отрезать попки огурцов с двух сторон. И закладывать в банк. Можно закладывать хаотично. Можно ровненько так. Можно стоя закладывать вот так. То есть, кому как удобнее. Я вот сегодня лёжа буду. Огуречки вот такой формы я взяла. Средненький. Средненький размер такой. Слишком большие огурцы я не солю. Вот такой средний размер. И наоборот, ещё меньше. И вот такой вот размер. Раствор у меня закипел. Я его выливаю. Вернее, вода у меня закипела. Я выливаю в банку. Баночку я забила полностью. Выливаю аккуратненько, чтобы не треснула баночка у меня. Наливаю полную баночку кипяточку. Стерилизую я один раз. Вот, в смысле, заливаю кипятком. Заливки я неправильно сказала. Заливку я делаю один раз. Вот сейчас я сделаю кипяточком. Вылью его опять в ковшик. И уже туда добавлю соль, сахар. А вот, в конце уксус 9% 2 столовые ложки. Ну, здесь вот банка большая. Я добавлю 4 столовые ложки. Вот, и так вот весь, всю воду заливаю. И минут 10-15 у меня будет стоять. Сейчас я крышечкой прикрою стерильной. Огутцы у меня постояли 15 минут. Я, значит, вылила все в ковшик. Добавила туда на литр воды. Повторюсь, 25 сахара грамм. 25 грамм сахара и 50 грамм соли. Это на литр воды идет. Здесь у меня 1,5 литра на 3-х литровую банку. Значит, еще половину добавляйте. Вот, и добавлю, сейчас у меня закипело все. И добавлю сейчас уксусу 3 ложки. 9% у меня, 3 столовых ложки добавлю. Уксус добавила. И теперь все выливаю аккуратненько опять в банку. Заполняю банку рассолом. Больше я добавлять ничего не буду. И сейчас ее закатаю. Под железную крышку. Так как эти банки у меня обычные. Надеюсь, мне хватит ее этой двушки. Сейчас буду закатывать. И сейчас закутаю в одеяло. И переверну. Закутаю в одеяло. И до завтра она будет остывать. Завтра я ее спущу в подвал. Так, готовлю я ужин. Хочу сделать курицу. Вернее, филе куриное. С овощами на пару. На гарнир буду делать рис. Рис. Я уже взяла 300 грамм риса. Промыла его до чистой воды. Заполняю. Буду делать в мультиварке. Туда 350 миллилитров воды. Где тут у меня эта штука? Наливаю 350 миллилитров водички. Солю. И ставлю чашку в мультиварку. Внизу у меня будет готовиться рис. А сверху я сейчас нарежу овощи. И поставлю их в этот, как он называется, в пароварку, вставку. Так, надо мне маленечко помешать. Чтобы у нас распределилась немножко соль. И мои дальнейшие действия. Мне нужна будет сама грудка. Я ее помыла. И сейчас нарежу полосочками. Потом одна морковка. Я ее почистила. Одна помидорка. И грамм 300-400 фасоли. Стручковой. Сейчас я нарежу курицу. Сейчас я вот в эту сторону поставлю. Здесь лучше видно. Нарежу курицу вот такими полосочками небольшими. И需要 дотрон. Окla. Нет. Я угу н Sin. Я лечу курицу. И я тяну. Н falsch. Инжел jó. где-то вот так получается даже как-то кусочками больше получился и сейчас я маленечко посолю маленечко специями чуть-чуть посыплю для курицы и посыплю специями так для мяса для курицы индейки немножко посыплю чуть-чуть на курочки индейки так вот и все аккуратненько так помешаю руки мои чистые так чтобы маленечко это все как говорят повара поженилась кто кто говорит кто нет вот такими вот тоненькими кружочками чтобы она успела у меня сварится чем тоньше тем лучше если будете это все тушить то можно добавить помидорку и фасоль добавлю немножечко ее посолю тоже вместе с морковкой теперь мне надо все аккуратненько выложить выложила в чашу мультиварки курицу куриную грудку на нее выкладываю эту как ее называют морковку ее можно тоже маленько посолить а то она будет не соленая и на нее выложу сейчас фасоль сейчас я маленько присолю и выкладываю фасоль немножко у меня осталось ну примерно грамм 300 в пакете 400 примерно грамм 300 фасольки выкладываю тоже немножечко подсолю и ставлю вставку пароварки сюда саму мультиварку закрываю закрываю включаю и ставлю рис с грудкой и фасолью на режим крупы рис крупы окей на 35 минут будем ждать вот такой вот у меня получился рис сейчас откопаю вот рис и огуренное филе с овощами на это все кто обедает ужинает всем приятного аппетита делаю еще салатик и и и